Дмитрия Бонарцева каждая репетиция повергает в трепет. Говорит, на театральной сцене выступать ему еще не приходилось. Но когда увидел сценарий режиссера Екатерины Сизовой, согласился играть спектакль не раздумывая. Образ главной героини Фриды, которую жила и творила ежедневно, превозмогая боль близок Дмитрию. Играю я достаточно небольшую роль, но распространенную на всю продолжительность спектакля. Это роль посетителя музея Фриды Калла. Спектакль меня зацепил в своей визуализации, с сюжетом, который отражает всю биографию художницы. Приходите, будет красиво. Спектакль очень интересно воплощен, имеет интересную концепцию. Режиссер Екатерина Сизова, очень талантливый человек. Импровизация и свободная пластика. На сцене театра Самарской площади покажут постановку о настоящей женщине со сложной, но безумно интересной судьбой. В образе знаменитой художницы актеры видят себя. Мы – инклюзивный коллектив, и театр танца непохожий. Мы сочетаем в себя как раз-таки эту идею, что все в этой жизни для нас нипочем. Что мы никому ничего не доказываем, мы ни за что не боремся, мы никуда не бьемся. Мы живем и творим свою собственную жизнь. Так, как мы ее чувствуем, видим, так же жила она. Она рисовала так, как умела, она жила так, как умела. Она чувствовала очень тонко и отражала себя, свои внутренние ощущения, на свои холсты. Для меня сцена – это холст. Для меня сцена – это маленькая жизнь, на которой можно проиграть все чувства. Хореографические этюды, невербальные постановки, драматические спектакли – на фестивале представят разнообразную программу. Каждый номер особенный. В фестивале принимают участие лучшие из лучших. Заявки подали 30 коллективов со всей Самарской области, но только 9 выйдут на театральную сцену. Те, кто прошли вот этот строгий отбор, они уже все будут лауреатами фестиваля. У нас есть призовой фонд, который правительство вам выделило, поэтому все победители получат денежные сертификаты. Погрузиться в мир театра искусства без границ сможет любой желающий с 9 по 11 сентября. Валерия Куценко, Константин Головин. События.